Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий. Депутат от ПЭС Игорь Талмазан стал новым директором таможенной службы Республики Молдова. Согласно источникам, приказ о назначении на днях подписал министр финансов Будянский. Об этом сообщает Дещайт МД. Игорь Талмазан – юрист, ему 40 лет. Ранее он занимал должность руководителя аппарата, председателя фракции ПЭС в парламенте. После выборов 11 июля этого года он стал депутатом по спискам партий действий и солидарности. В течение 2019-го исполнял обязанности главы контрольного корпуса, премьер-министра Республики Молдовы Санду. Ранее он также занимал должность начальника госэкологической инспекции Республики и заместителя министра окружающей среды. К слову, ранее советник президента Молдовы, член Высшего совета безопасности Республики Влад Кульминский объявил, что ждет молдавскую позицию. На телеканале номер 4 он заявил, что в ведомстве пройдет реформирование, по примеру, полиции в Грузии. Учитывая то, что в ходе грузинской реформы силовых структур, начатой в 2004-м при нахождении у власти Саакашвили, в течение двух лет были уволены 75 тысяч из 85 сотрудников ведомства, в том числе почти весь руководящий состав полиции, Молдове предстоит пережить массовую кадровую чистку. Такой подход, обещанный командой Санду, может привести к резкому росту преступности и, как следствие, недоверию граждан правоохранительной системе. Напомним, одиозный грузинский экс-президент, бывший губернатор Одесской области Саакашвили, ранее рассказывал, как консультировал молдовское правительство под управлением Санду. По его словам, он помогал премьер-министру РМ по ее просьбе, однако позже Кабмин Санду был отправлен в отставку через выражение вотума «недоверие парламента». Санду тогда призналась, что рассчитывает пригласить Саакашвили помочь проводить реформы в секторе юстиции и борьбы с коррупцией. Однако тот отказался, пояснив, что уже получал аналогичные предложения и от прошлых молдавских властей-демократов. «Конечно, какие-то ребята из моей команды поедут, но я в Молдову точно не собираюсь. Мне еще ее предшественник, и некоторые его ребята предлагали стать даже премьером Молдовы, на что я сказал, что я не премьер-министр по вызову. При всем уважении к нашим братьям-молдованам, я буду заниматься борьбой с ворами там, где я живу». В данном случае в Украине, подтвердил Саакашвили. Отметим ранее, Санду заявила, что республике нужна хорошо оснащенная армия, обеспеченная передовой техникой, чтобы служить стране и народу, а не партиям. «Этот процесс еще не завершился, ему надо дать новый импульс для того, чтобы иметь современную профессиональную армию, на которую мы сможем положиться. Сегодня, когда президент, парламент и правительство могут работать, согласовано, у нас есть уникальная возможность завершить реформу армии», сказала Санду. Созданная сразу после провозглашения независимости Молдовы, нацармия, писала свою историю в ногу с историей страны и вместе со страной выдерживала испытания времени и развивалась вопреки им. Это была важная опора в становлении РМ как независимого государства и гаранта территориальной целостности страны. «Сегодня я хочу отдать дань уважения ветеранам нацармии и павшим героям в борьбе за независимость и целостность страны», говорится в обращении Санду. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok